Таких свободных минут, чтобы спокойно попить чай, у Людмилы Лернер немного, но она всегда находит время для общения. Отзывчивая, улыбчивая и очень активная. Еще в школе, в родном Красноярске, Людмила с удовольствием принимала участие в общественной жизни. Участь в инженерно-химико-технологическом институте была старостой курса. И вроде все по плану, но в жизни появилась любовь. Вышла замуж за курсанта военного училища и уехала на север, на Кольский полуостров. Работы не было. Мы оформили женщины. Я вышла с инициативы, давайте оформимся военнослужащими. Так я попала в армию. Я служила в армии 25 лет, льготной. Ну, поскольку север, так 20 лет с небольшим. Ветеран вооруженных сил. Последнее место службы военный городок Петровская. Поэтому все боли и проблемы Петровского мне известны хорошо. Жили там в казарме, на общей кухне, общий санузел. Ну, ничего. Оптимист по жизни. Может, поэтому судьба постоянно улыбалась Людмиле. Позже их семье дали квартиру в Видном. Так в городе появилась будущая общественница, которую сегодня знает львиная доля жителей Ленинского района. Перспектив в армии наша героиня не видела и поступила в Видновский филиал Московского регионального социально-экономического института. А кончила с отличием. С этого момента начался новый этап, который привел к тому, что два года назад Людмила Лернер возглавила Ленинское районное отделение Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов. Сплатила она очень многих людей. Меня она тоже к этому прививала, обучала, все делала. В общем, наконец-то я тоже с ней в команде. Порядочнее ее, я хочу сказать, нигде мы просто не найдем. У нее большой опыт в работе. А какая она мать? Какой у нее сын? Ну, не просто люди говорят, что дети – это наше лицо. Она ходит на все время, на все. И на воспитание детей. Как она обходится со своими родителями. Семья для Людмилы Лернер – главное богатство. Сын, родители и свекровь. Те, ради кого она делает жизнь вокруг краше. А еще она любит людей. И на всех у нее хватает времени. Эти многочисленные цветы – доказательство того, что близкие отвечают Людмиле взаимностью. Букеты остались после празднования юбилея. В 50 она с гордостью может сказать, что счастлива. А что для вас счастье? Это мой сын, мои родители. Самое главное, чтобы они были живы-здоровы. У сына все успешно складывается. Он мне бизнесмен, кандидат юридических наук. Самостоятельный очень. Ну, наверное, у меня что-то взял мое, я надеюсь. В прошлом году Людмила Лернер была избрана в общественную палату Ленинского района и стала заместителем председателя. Она с радостью принимает участие и организовывает различные мероприятия, собирает единомышленников на субботники и прочие благие дела. Общественный труд, он никогда не оплачивается. Он строится исключительно на своем желании помогать людям. И у Людмилы Васильевны есть такое желание. Она делает это с большим удовольствием. Хотим поздравить Людмилу Васильевну с юбилеем, пожелать ей всего самого-самого доброго. И пусть в душе всегда будет весна. О планах наша героиня говорить не хочет. Боится спугнуть удачу. Уверена, что сначала их лучше реализовать. И допив чай, спешит воплощать задуманное. Юлия Пагасян, Владимир Биржонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.